В Тверской областной клинической больнице приемное отделение работает в новом режиме. Теперь для плановых пациентов открыт отдельный зал регистрации, что сократило очереди и самое главное время ожидания госпитализации. За процессом оформления больных в стационар по новым правилам понаблюдал и наш корреспондент. Новый зал приемного отделения областной клинической больницы. Утро. Стандартно с 8 до 15 идет оформление в стационар плановых пациентов, имеющих направление от врача. Очередь испаряется на глазах. Работают 5 окон регистраторы одновременно. Недолго ждал своей очереди и Олег Шевцов. Приехал госпитализироваться на операцию из района и не ожидал, что процедура оформления бумаг такая быстрая. На мой взгляд прекрасная. Все очень четко, недолго. Так что никаких претензий. Я, например, из другого города. Для меня это важно. Или людей из области. Быстрый и комфортный процесс госпитализации важен в первую очередь для возрастных пациентов, особенно если предшествовала долгая дорога. Томиться в длинной очереди тяжело. Теперь на бумаге уходит всего несколько минут и пациент отправляется в стационар под наблюдение лечащего врача. В общей сложности через зал плановой регистрации проходит в день около 140 больных. В регистраторах это сказывается только позитивно и положительно, так как есть четкое понимание, где мы оформляем плановых пациентов. Здесь у нас только присутствуют плановые пациенты. В экстренном зале у нас же оформляют экстренных и работа идет гораздо быстрее. Если это плановая госпитализация, то на оформление одного пациента уходит от 5 до 7 минут. Если дневной стационар, то даже будет пораньше. Один регистратор вполне может обслужить как минимум человек 18-20 за день. В распоряжении регистратора компьютер, сканер и даже веб-камера. Специалист оформляет электронную историю болезни, делает фото пациента, прикрепляет его к базе данных во избежание путаницы. Например, из-за совпадения данных. Прежде в больнице было одно приемное отделение, где оформляли и плановых, и экстренных больных, что затягивало процесс. Это улучшило процесс оказания помощи в приемном отделении, разгрузило основное приемное отделение, разгрузило площадь приемного отделения, что дает возможность заниматься экстренными пациентами на территории основного приемного отделения. Открыть второй зал отделения было решено еще в 2019 году. Но из-за пандемии COVID-19 закончить дело удалось только сейчас. Кстати, в то время и стало понятно, что разделение потоков больных, плановых и экстренных имеет большое значение. Мы реализуем национальный проект «Бережливое производство». Это, конечно, имеет большое эпидемиологическое значение. Нет пересечения плановых больных, которые заведомо неинфицированы. Они обследовались от экстренных больных, которых могут привести инфекцию и какое-нибудь внутрибольничное инфицирование произойти. Кроме того, планово оформиться в стационар можно и через прежнее отделение. Там осталось несколько регистраторов. Еще в ближайшее время планируется ввести и электронную очередь в новом зале. Обновление материально-технической части учреждений здравоохранения региона и пополнение их кадровым потенциалом – одни из ключевых задач регионального правительства. Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения. Напомним, что глава региона 20 июня провел заседание бюджетной комиссии, на которой также был рассмотрен вопрос о включении дополнительных объектов в программу ремонта и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.